Сегодня свой день рождения отмечает буква ЙО. История седьмой и самой молодой буквы алфавита началась 29 ноября 1783 года, когда состоялось одно из первых заседаний Академии Российской Словесности с участием ее директора, княгини Екатерины Дашковой. Она предложила заменить двухбуквенное обозначение звука ИО в отечественной азбуке одной новой буквой. А вот в печатном издании впервые букву ЙО использовал Николай Карамзин. Таким образом, он закрепил букву в русском алфавите. Какое место она занимает в современном русском языке и чем может обернуться ее неправильное написание? Все точки над ЙО расставила моя коллега Елена Волкова. Дело в том, что сегодня, 29 ноября, день рождения буквы ЙО, седьмой буквы русского алфавита. Среди гимназистов, аплодирующих именинницы, четыре обладателя фамилии с буквой ЙО. Весной ребята будут сдавать ГИА, но уже сегодня учителя обращают особое внимание на заполнение ими экзаменационных бланков. Буква ЙО очень опасная в этом смысле, потому что компьютер запрограммирован так, что он должен прочитать именно в бланке регистрации эти две точечки как обязательное условие заполнения этого важного очень документа. Если двух точек не будет в бланках регистрации единого государственного экзамена, то ребенок может поплатиться просто своим сертификатом и, собственно, затянется сам процесс пересмотра всех вот этих документов и сдачи экзамена по русскому языку. Карина, в твоей фамилии есть буква ЙО. Вот скажи, а ты всегда во всех случаях проставляешь точки над ней? Да, во всех, потому что если я буду писать Е, то будет не Пушкарева, а Пушкарева. И это будет другой смысл и потеряет печальные беды. И во всех случаях я всегда пишу буквы ЙО. Беда не беда, но хлопоты обладателям неформатных фамилий ЙО доставляет. Точнее доставляют их те, кто то ли по ошибке, то ли просто пренебрегая правилами русского языка, седьмую букву превращают в шестую. Вообще первый раз я столкнулась с потерей точек над буквой ЙО, когда мой супруг в 45 лет, как и положено, менял паспорт. Пришел, я открыла документ, ну ради интереса посмотреть, и обнаружила, что в его фамилии буква ЙО не пропечатана, а буква Е стоит. Я говорю, дорогой, ты знаешь, что юридически мы теперь абсолютно разные люди, мы не муж и жена, поскольку я работнева, а ты какой-то работнев. Он вроде бы сначала посмеялся, но я сказала, что необходимо менять документ хотя бы на основании заявления об исправлении орфографических ошибок в фамилии, поскольку теряя свои точки, буква ЙО превращается в букву Е, которая никакого отношения не имеет. Муж поменял паспорт, и в общем-то все здесь, скажем так, стало на свои места. Потом мне самой пришлось столкнуться со сменой документы, когда я заканчивала институт, и мне выдали диплом, опять-таки не прописав моей фамилии точечки над буквой ЙО. Ну и я, получив диплом журналиста, как телевизионщик, который когда-то делал репортаж о букве ЙО, я, конечно, не могла не обратить внимания, что в моей фамилии над буковкой ЙО точки не стоят. Я написала заявление в деканат, и мне документы поменяли. Я думала, что все, больше таких историй не будет. Недавно история с ЕЙО повторилась, когда Елена решила перейти из одного пенсионного фонда в другой. Законных точек над буквой не оказалось в пенсионном страховом свидетельстве, которое пришлось заменить, чтобы привести документ в соответствии с паспортными данными. Символично, что обновленное свидетельство Елена получила в день рождения буквы ЙО. Мы вручаем новое страховое свидетельство пенсионного страхования, ваш паспорт с примененной буквой Е на ЙО. Все. Моя ЙО вернулась на место. Спасибо. В документах, предоставляемые моим гражданином для назначения пенсии, а именно паспорт, трудовая книжка, свидетельство обязательного пенсионного страхования, высока цена каждой буквы. В действительности отсутствие точек автоматически делает человека обладателем совершенно другой фамилии. Например, Ежиков, можно сказать Ежиков, Снегирев, Снегирев. Нам важно не перепутать людей и назначить пенсию тому, кому они полагаются. Нужно помнить, что седьмую букву алфавита никто не отменял. Расставить все точки над ЙО в документах советуют и сотрудники управления миграционной службы, ссылаясь на закон о правописании букв Е и ЙО в официальных документах. Закон обязывает при заполнении документов использовать нормы современного русского языка и правила русской орфографии и пунктуации. По правилам буква Е пишется в случаях, когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова, либо когда необходимо указать произношение малоизвестного слова. Поэтому лучше, если гражданин с такой неформатной фамилией как можно раньше обратит внимание на наличие или отсутствие точек над буквой ЙО. Ведь мы работаем с первичными документами, которые нам предоставляют граждане. Если, к примеру, в свидетельстве о рождении, фамилии, имени или отчестве стоит буква ЙО, естественно, мы оформляем паспорт с буквой ЙО. Если стоять не будет, то паспорт оформляется без буквы ЙО, а пишется буква Е. Именно такая буковка печатается в документе, которая отображена в свидетельстве о рождении. Споры о нужности буквы ЙО ведутся и на международных конгрессах исследователей русского языка и в повседневной жизни. Специалисты отмечают, пренебрежение буквой ЙО ведет к появлению устойчивых ошибок в речи, когда многие говорят «новорожденный» вместо «новорожденный», «маневры» вместо «правильного» маневры, «свекла» вместо «свекла», «осужденный» вместо «осужденный». Из-за проблем в документах и неудобности в написании некоторые предлагают убрать букву ЙО из алфавита. Кстати, даже на компьютерной клавиатуре букву ЙО отправили на Камчатку, разместив в левом верхнем углу, то есть вне зоны основных букв. Но есть и те, кто, пытаясь сохранить наше ЙО, объединяются в общество по защите самой молодой буквы и даже устанавливают ей памятники. Ныне буква ЙО содержится в более чем 16 тысячах слов, включая географические названия и фамилии. Этот хвостатый прохожий не имеет ни свидетельства о рождении, ни паспорта. Но при любом прочтении по законам русского языка он – пес, а не пес. Программа «Время местное».